Принято говорить, что о вкусе не спорят, но люди только и делают, что спорят о нем. В этот спор решили ввязаться и мы, канал ИТОН ТВ. С вами Мишель и стильные штучки на канале ИТОН ТВ. Платье не имеет никакого смысла, если оно не вызывает у мужчины желание снять его с вас. Так говорила Франсуаза Саган. А мы сегодня решили выяснить, так ли это у нашего эксперта, у потрясающего пропагандиста здорового образа жизни и фитнес-консультанта Ольги Блинкиной. Здравствуйте, Оля. Наша тема сегодня – мифы и легенды фитнеса. Вот насколько важно то, как мы выглядим, насколько важно то, что под платьем, насколько важны бицепсы, трицепсы, кубики на животе или в принципе основное все-таки здоровье? Ты сам ответил на этот вопрос. Собственно, конечно, для меня, как для тренера, в первую очередь, главное – здоровье. И для меня совершенно не важно, что под платьем, потому что я и в платье прекрасно увижу, как человек выглядит под ним, то есть совершенно не обязательно раздеваться. для меня, чтобы понять, какая осанка, как человек держится, как он улыбается, как он чувствуется. Сразу прям захотелось распрямиться, честно говоря. Но о лень, как быть ленью? Практически всем нам она свойственна в те или иные моменты жизни. Очень мало людей могут сами делать, поэтому приходят к тренерам, которых заставляют делать вещи, которые, может быть, они делают даже гораздо лучше. Но всегда проще это делать с кем-то или в группе, кому как. Очень сложно делать самому. Поэтому мы платим деньги за то, чтобы кто-то нам помогал бороться с нашей ленью и в непогоду, и в сужу выходить. Но даже вот у меня часто бывало, что я заплачу много денег, а потом даже не использую этот абонемент в спортивный зал, потому что там, ну, где-то там на месяц меня хватает, и я даже вижу результаты какие-то очень мощные. А потом все равно наступает такой день, когда я себе говорю, ну, сегодня не Настя, дождик идет, останусь-ка я дома, потом еще раз останусь дома. Ну, так и работают спортзалы, это их основной источник дохода. Люди, которые не приходят на тренировки, те, кто покупает абонемент, в итоге не приходят. Я уже 4 года не работаю в спортзалах по массе, по огромному ряду причин, я думаю, мы об этом еще поговорим. Ну, а если ты занимаешься лично с тренером, то, конечно, тут у тебя никаких отговоров быть не может. Болит голова, что-то еще болит, болит спина, это совершенно не важно. Тренер хороший тебе всегда подберет что-то, что подходит тебе сегодня. Даже если тебе хочется полежать, ко мне часто приходят девочки, говорят, давай сегодня полежим. Как-то приходится что-то придумывать. Ну, в общем, с тренером такие отмазки не проходят в тот же день, хороший тренер тебе просто не даст отменить, и ты ходишь, и потом благодарна, потому что выходишь всегда с чувством выполненного долга, с прекрасным настроением. Я могу сказать, что на 9 месяце у меня было масса причин, чтобы не пойти на тренировку. Вот я родила 3 недели назад. Потрясающе выглядите. Я вообще не верю своим глазам, вот честно говорю, честно. Спасибо. Вот у меня была масса отмазок не идти, я в конце концов на 9 месяце, но я брала, вешала на себя свой велосипед, спускала с третьего этажа, ехала на тренировку, потому что ради вот этого чувства, когда я выхожу с нее, мне так хорошо. Вот сразу у меня возникает вопрос. Я уверен, сейчас многие наши зрительницы, они там себе покрутили у виска пальцем, мы сказали, она ненормальная, там у нее 9 месяц, а если вдруг что, а она еще велосипед, там не просто пройтись там около дома, а велосипед, как с этим быть? Сам по себе велосипед, он полезен, это аэробная деятельность с невысоким пульсом, это, конечно, можно. Другое дело, что если женщина до беременности ничем не занималась, ни велосипедом, ничем другим, там уже надо смотреть и очень осторожно заниматься, и, возможно, это будет какая-то легкая йога. Если женщина занималась до беременности, и прекрасно знает свое тело, то это очень помогает. У меня факт, что не было никаких болей, нигде ничего, ни спина, ни вот эти вот опухшие ноги, ни там бессонница, и какие-то другие вещи, ничего не было. До последнего дня я доработала, в четверг вечером была, последняя тренировка вечером, через схватки. Потрясающе. Ну тогда сразу перейдем к делу. Вы все-таки коучер, вы тренер. Вот с чего начать? Я лентяище, который дожил до 40-летнего возраста, ничего не делал. И вот я понимаю, что, да, годы начинают отражаться в моем отражении в зеркале, и хочется уже как-то себя приводить в порядок. Вот я себе сказал, я готов. С чего начинаем? Звоним вам? Возможно, стоит пойти в связи к своему лечащему врачу, чтобы вообще понять, какая там ситуация. Конечно же, делать анализы, посмотреть уровень холестерина, уровень сахара, посмотреть давление, понять, что это все в норме, это, наверное, будет в первую очередь, что нужно сделать. Это вообще потрясающий совет, потому что мало кто об этом говорит. То есть, прежде всего, посмотреть, как самочувствие. Что можно, что нельзя. Да, чтобы потом все-таки тренер на себя не брал такую ответственность, как тренера-то не врача, надо понимать, что не с каждым вопросом нужно пойти к нему. А потом начинать очень-очень постепенно, аккуратно, не гнать. Очень часто это бывает как раз у спортсменов, которые после большого перерыва по той или иной причине приходят и сразу вдаряют, потом получают травму. То же самое и новичку. В первую очередь, очень постепенно присмотреться, вообще, что есть, что подходит на сегодняшний день, в чем, что человек, какая цель у него, чего мы хотим достигнуть. Потому что очень часто приходит в спортивный зал, скажем, мужчина средних лет, животиком, и ему, как и всем другим мужчинам, кажется, что самое главное – это накачать бицепс, грудь, вот эта вот штанга и все. А там у него, то, что мы называем на иврите, тизмон от метаболии, это когда у тебя как раз и холестерол, и давление, и сахар, и тебе нужны совершенно другие нагрузки. Замедленные метаболические процессы, я просто перевожу для тех, кто не знает иврита, и эти жиры, они плохо влияют вообще на весь организм. То есть… Да. И такому человеку, конечно, нужны легкие робные нагрузки, правильное питание, и только в какую-то 110-ю очередь вот эта вот грудь и все остальное. Силовые тренировки. Да. А вот вы говорите постепенно. Постепенность выражается в чем? Она выражается во времени тренировки или в весе, который мы берем там в силовых нагрузках, или постепенность в чем? Ну, во всем. Если бы я начинала, я бы вообще начинала с человеком там 10 минут каждый день, потом 20 минут каждый день, потом в зависимости, конечно, от его свободного времени, это может перейти на 3 раза в неделю, но опять же очень-очень медленно и постепенно, чтобы привыкнуть. И начинать, конечно, нужно с базы. То есть выучить базовые движения, функциональные движения, такие как приседания, подтягивания, отжимания. Самые простые вещи, но выясняется, что практически никто не умеет приседать. Я наблюдаю подростков, детей, там, 10 лет. Просто просишь их присесть, они это делают неправильно. Я недавно была на одном семинаре для тренеров. Это был семинар по тяжелым весам, где тренер попросил всех присесть. Выяснилось, что из 20 там два человека умели действительно правильно присесть. И это зависит от координации, от ранней подготовки, скажем. Если человек занимался танцами ранее, то, наверное, ему будет гораздо проще, чем человек, который никаким образом не соприкасался с движением. И на это уходит зачастую полгода и даже больше. Только выучить эти базовые движения. Уже потом, мы будем говорить, потом, конечно, мы будем расширять и так далее. Но для начала выучить базу. В общем, есть 7 базовых движений, может быть, мы еще об этом сегодня поговорим. А вот мне сразу интересно. Я, например, никогда в жизни не умел подтягиваться и не умел хорошо отжиматься. Я отжимаюсь, но я могу держать руки только на кулаках, потому что у меня очень болят кисти. Это вообще самое слабое место. А подтягиваться я не могу, потому что я могу один раз. И мне очень многие тренеры говорили, неважно, это не твое. То есть просто это правда? Или это просто они не хотели в меня достаточное количество сил вкладывать? Ну, по-английски есть такое прекрасное выражение. If you don't use it, you lose it. Если ты это не делаешь, ты это пропускаешь. Ты теряешь этот сустав. То есть у нас происходят такие изменения в суставах, что потом уже ничего нельзя сделать. И очень часто, кстати, у беременных тоже очень сложно действительно отжиматься. Просто какая-то нагрузка на кисть. Так она нужна. Просто очень-очень постепенно. Просто начинаем с четверенек. Мы отжимаемся, стоя на четверенках. Если в начале это больно, тогда можно, конечно, подложить какие-то гирки и сделать это с гирь. Но я бы начинала как можно раньше как раз использовать вот этот сустав кисти, потому что это очень-очень распространенная проблема. Люди себя жалеют и не делают. Делают неправильно. Начинают на пол руки делать, на кулаках. Как бы нарушая всю технику упражнения. Поэтому я бы начала с коленок. Насчет подтягивания. Очень классно, что ты умеешь один раз. Тот, кто умеет один, там уже можно дойти до очень больших высот. Вот, как правило, женщины, девушки не могут ни одного. Есть способы научиться этому. Либо мы привязываем кольца и, помогая себе ногами, потягиваемся снизу. Либо мы берем такую резинку, в которую мы коленку просовываем. Почему надо потягиваться? Это наша спина. Нет ничего проще и лучше для укрепления спины, чем подтягивания. Потому что вот эти все тяги в спортзале, во-первых, не всем в спортзал доступен. Во-вторых, очень часто делают неправильно. Не понимают вообще, для чего подтягивать свое тело. А как правильно поставить цель? Потому что, ну, конечно, все сразу хотят увидеть эти мышцы, увидеть потянутое тело. А иногда бывает очень много лишних килограмм. И даже если мышцы есть, они глубоко спрятаны под одеялком из жирков. Как быть? Ну, как мы уже говорили, главная цель, конечно, здоровье. Здоровье мы рассматриваем в разных совершенно ипостасях. Это и социальное здоровье, и психическое здоровье, и спорт. Это и часы сна, и наше взаимодействие в социуме, в семье, с друзьями, на работе и так далее, и так далее. Это просто хорошее настроение. И вот это вот все вместе идет. Потому что нельзя только как-то взять и накачать бицепс. Это такой круг. И, конечно, это правильное питание. Так что то, что ты говоришь, как правильно поставить цель. Если вот это у нас все уже хорошо, и мы понимаем, что мы готовы действительно что-то поменять, тогда надо поговорить с профессионалом. Потому что самому себе ставить диагнозы не стоит. Я много лет работала в спортзале, и много лет уже не работаю. И видела там, когда я работала, наблюдала, как люди занимаются. Но я почти никогда не видела, чтобы человек правильно занимался. Возможно, какой-то тренер, правильно, занимался. И тут далеко не все, к сожалению. Мы зачастую себе там можем очень сильно навредить. Поэтому да, стоит прийти на консультацию, скажем, хорошему физиотерапевту. Потому что частные хорошие физиотерапевты тоже могут помочь. Не обязательно это будет тренер. Дать какие-то направления. Скорее всего, это будет осанка. Вот я дала пример там мужчины с животиком. Я сразу поправляю себя. Скажем, пришел подросток, мальчик 17 лет. Худенький, скорее всего, он сутулый. И он опять же идет и качает себе грудь, скорее всего, неправильно. А ему-то надо раскрываться. Растягивать грудную клетку. Опять же, вот эти подтягивания. Отжимания во вторую очередь. Потому что именно подтягиваемый, да, он улучшит себе осанку. Это то, что мы называем гребля, да, движение на себя. Вот это вот все раскрыть. Научить его просто сидеть, ходить прямо. Я знаю, что очень важно еще и правильно дышать. Вот меня всегда ругаются, что я очень плохо дышу во время спорта. Ну, надо делать вдох-выдох, да. Надо, конечно, делать выдох. Но с другой стороны, жизнь показывает, что люди обычно приходят в спорт. В самом таком... Ну, не все, конечно, там. Но большинство из нас, тех, кто особенно стремится похудеть, то они вот кушают, 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 пришли к самой проблемной точке, когда слишком высокий вес, когда заниматься спортом тяжело. И в этот момент для того, чтобы решить эту проблему, они бегут в спортзал. Или наоборот, они как следует покушают, поужинают, праздник отметят, и потом отрываются в спортзале. Надо ли так поступать? То есть они кушали, 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 вообще не занимались, и вот решили все? Ну, или они занимались так изредка, но потом у них был Новый год, они 10 дней проели салатики там тазиками, а потом они сказали, ничего, вот 10 дней пройдет, пойдем и все это сожжем. Это очень часто бывает. Это зависит, конечно, от начальной подготовки, то есть от того, что было раньше. Если человек все детство и юность был там в сборных, занимался спортом, его тело очень быстро вспомнит и, скорее всего, вернется в правильную форму, так же, как и беременность. Если женщина во время беременности много набрала, но, скажем, до этого занималась, то ей будет гораздо проще вернуться. А если человек с нуля, то, конечно, никакие объедания себя не оправдывают, и это все усугубляет ситуацию. А вот опять же беременность. Я знаю много женщин, которые после родов себя чувствуют слабыми, они не досыпают, они не так хорошо, как сказать, они занятые. Иногда это бывает и двое детей, и двойня. И что, в любом случае, себя заставлять заниматься спортом или все-таки отдыхать и подождать год-два, пока ребенок немножко подрастет и станет полегче? Тут надо заглянуть, опять же, что было раньше. То есть я считаю, что к самой беременности еще до зачатия нужно подойти в своей лучшей форме. Потому что я всегда это говорю своим клиентам. Когда еще ты сделаешь себе лучшую форму? После родов вряд ли у тебя будет действительно время, сила и мотивация этим заниматься. Сделай это до родов, приди в оптимальной форме. Если здоровье позволяет, если врач разрешил, ты можешь продолжать всю беременность заниматься. И тогда вот эта вот пауза, она не будет такой драматичной, такой критичной для тела и для общего состояния здоровья. И, во-первых, есть 6 недель, когда действительно легитимно практически не заниматься, дать организму чуть-чуть прийти в себя. Потом постепенно надо начинать. Пусть дома, пусть, опять же, придет тренер даже к тебе домой, посмотрит, что ты делаешь. Какие-то простейшие упражнения по телевизору, по кассете. Это возможно. Можно, опять же, с контролем. Какие-то самые-самые простые движения, растяжки обязательно. Но, да, заниматься нужно никак без этого. Никакие предлоги. Но вот сейчас вот от беременных женщин и от женщин, которые после родовых, хочется перейти к людям, которым вот 100% тяжело заниматься спортом, к пожилым людям. А им нужен спорт? Я считаю, что, наверное, если человек только вот не лежит там уже в припадке, в самом там последней стадии каких-то, будем называть эти болезни, то ему, да, обязательно надо заниматься спортом. Пожилым людям не менее, чем молодым начинать можно когда угодно. И лучше действительно начать, чем думать, что как-то само собой рассосется, но не рассосется. Почему? Потому что, скажем, главная причина смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. Как мы можем их предотвратить? Только, в том числе, аэробными нагрузками. Скажем, для пожилого человека доступна ходьба. И хотя бы это стоит делать. Ну, мы уже не говорим о силовых тренировках. Если уж это присутствует в его жизни, то, во-первых, это процесс омоложения, самый элементарный. То есть человек просто будет хорошо выглядеть. Во-вторых, это поддержка костей, то есть профилактика остеопороза. Это то, что когда из кости вымывается материал, и кость становится хрупкой, это причина… Да, это одна из самых сложных проблем пожилых людей. Да, вот то, что ломается… Не хватает кальция. Да, потому что не только кальция, там многих минералов ломается шейка матки. Шейка бедра. Шейка бедра, да. Это самая распространённая причина смертности, кстати. И только сильные мышцы могут это поддержать. Особенно у женщин, которые всегда были склонны к худобе. У более полных женщин, кстати, это бывает гораздо реже, потому что они на себе носят этот вес, который укрепляет их кости. А вот вообще вес как показатель, как критерий, особенно спортивных занятий, занижения этого веса, стоит на это обращать внимание? То есть, если я правильно занимаюсь спортом, то я, как правило, должен худеть. Это разумно? Ну, вообще насчёт веса, да, надо действительно отдельно сказать, что это очень-очень обманчивый критерий. Скажем, если возьмём самую простую формулу, там, рост минус 110, то, скажем, у человека ростом 180, мы получим 70 килограмм, и подумаем, что человек полностью здоров. Однако надо смотреть на процент жира в теле. И если у мужчин он превышает примерно 23%, если он гораздо больше, чем 23%, то это уже тревожный сигнал. Ну вот я на себе хочу эту формулу проверить. Я 180 сантиметров, у меня рост, и я вешу на сегодняшний день 78 килограмм. Ну, мне на глаз, конечно, сейчас сложно определить, но твой процент жира, я думаю, как раз укладывается в норму. Я думаю, что он не больше 23%. Но если тело рыхло, если мы видим, что там совершенно нет никаких мышц, то, скорее всего, всё место там занимает жир. Особенно, если человек много сидел на диетах, потому что, сидя на диетах, мы теряем мышечную массу, и как только мы слизаемся от диеты, это происходит обычно в 99% случаев, к сожалению. То есть диета вред? Вот вообще отдельная тема. Интересная тема, важная тема. Ну, я сразу туда приведу пример в цифрах, очень такой простой пример. Вот, скажем, был человек, который ел 1800 калорий в день, это была его норма, он решил сесть, или она, неважно, сесть на диету, нашёл в интернете диету 1200 калорий. Это очень частая цифра, отлично подумал. Он, значит, я буду питаться 1200 калорий, питается, 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 прошло какое-то время, неважно какое, что-то произошло, какой-то сдвиг. Человек расслабился, начал снова есть, даже не 1800, 1500. Организм умеет перерабатывать 1200. Он не знает, что делать с этими 300 метаболизмами, замедлиться. Лишними, да. Естественно, каждый день эти 300 лишних калорий, и мы... Он их в закрома, в бачки, в щёчки, в попку, в животик. Да, и если это происходит один раз, как-то организм справляется. Как правило, это системно и очень часто... В результате был хороший человек, а стал хомячок. Да, и испортил, подорвал здоровье по всем, по всем, по всем направлениям. Да, но как же быть? Вот всё-таки люди же не могут жить без диеты, потому что если люди будут есть всё, что они захотят, ничего хорошего не получится. Так превратить диету в образ жизни, в правильное питание? Да, диета для нас это правильное питание, конечно. Это образ жизни. Это очень индивидуально, и как бы сложно даже давать общие советы. Но мы это то, что мы едим. Я читала очень хороший пример, что вот если мы едим всё время майонез, то наше тело принимает состав майонеза. Много жира и мало хороших веществ. А сегодня есть очень много, в принципе, придумано очень много всевозможных облегчений для занятий спортом. Например, тренажёры, соответственно, в зале, они помогают нам меньше затрачивать усилий и должны быть достаточно эффективны. Сегодня есть такой аппарат, замечательно называется EMS, который на основе электричества ты приходишь, электричество подключается к твоей мышечной массе, и оно там прямо делает какие-то чудеса просто, чудеса. Шварценеггер в минуты. Это правда? Вот насчёт EMS почему-то последнее, не почему-то, понятно, почему сейчас стало очень много в нашей стране. Меня каждый день спрашивают про эти EMS, да, электромагнитная стимуляция. То есть к тебе подключают электроды по всему телу, и как бы ты вроде бы тренируешься за 20 минут, и ничего не надо делать, не надо двигаться, не работает координация, не работает внимание, не работает гибкость, и все-все-все-все те показатели, которые работают на нормальной тренировке, когда мы двигаемся в пространстве. Ну, как я вот отвечала уже много раз в последние дни, если бы была изобретена таблетка, которую надо проглотить, пусть она будет в 100 раз дороже стоить, чем абонемент на эти EMS, мы обязательно бы её купили, потому что человеку, что бы не делать, лишь бы не заниматься спортом. Конечно, лень, матушка, да. Вот поэтому EMS кому подходит? Например, человек после серьёзной травмы, собственно, для этого раньше использовали, кто не может просто там двигать... Ну, начали с космонавтов вообще, с космонавтов, которые у них замкнутое пространство, вот к ним подключали эти электроды. Ну, как-то стимулировать тело там, или там недержание мочи, какие-то серьёзные диагнозы. Тогда да. И, кстати, тренажёры, вот ты вначале упомянул, ну, просто тренажёры. Почему, собственно, я против тренажёров? Потому что вот человек, обычный там работник, сидит целый день за компьютером, приходит ещё в спортзал, и вот этот час, он же опять сидит. Да. Что же мы его опять сажаем-то? Мы же хотим двигаться. Причём на всех тренажёрах, как правило, за редким исключением. Да, мы как бы внутри какого-то пространства. Вертикально и горизонтально у нас совершенно нет движения. У нас нет ротации, нет прыжка, нет просто продвижения. С точки А в точку Б можно пройти тысячами разных способов. Можно проползти как угодно, это задействует тебе всё тело. Но спортзал, обычный джим, он совершенно не предусматривает этого. Это же как тренажёр. Вот, скажем, тренажёр, где очень любят разгибать ногу. То есть мы качаем наш квадрицепс, четырёхглавую мышцу бедра. А начнём с того, что это очень распространённое... От этого одного упражнения можно себе получить межпозвоночную грыжу. Просто от того, что мы отклоняемся назад, округляя неправильно спину. Ничего не качаем нормально. Почему нельзя просто приседать? Я уж не говорю приседать со штангой. Прекрасно. Просто приседать, и, пожалуйста, та же мышца работает. Только это будет функционально. Сколько раз в жизни надо присесть там, чтобы поднять какой-то тяжёлый предмет. Где в жизни мы сидим и просто разгибаем ногу? А как же быть? Вот, допустим, если я пришёл в спортзал, там в основном одни снаряды. А я что, гантельки? А, ну, если ты уже пришёл в спортзал, надо опять... Или не пришёл в спортзал, я дома, неважно. Не в спортзал. Спортзал, кстати, безумно дорогой, действительно. Не кашляем по карману. Как быть? Ну, если уж мы говорим о силовой тренировке, я бы просто купила набор гирь, потому что с гирями можно проделать всё тело и почувствовать очень сильный, высокий пульс. То есть одно упражнение, знаешь, где мы просто вот эта прокачка, где мы просто подкидываем гирю, у нас прекрасно работает пульс. У нас задействована вот вся задняя поверхность тела, всего тела. От шеи буквально вот и попа накачивается, и спина укрепляется, и всё что угодно. Только надо правильно научиться делать. Вот, скажем, когда я одна была дома, у меня совершенно не было времени, у меня было 6 минут. Вот я минуту поднимала гирю, минута стояла планка. Минуту гири и планка. Вот такие вот три круга. Прекрасное самочувствие и практически... То есть на самом деле выясняется, что самые простые средства, которые всем доступны, потому что если гири нет, то можно налить бутылку с водой или там мешок с песком, или просто сумки с супермаркета. Значит, и немножко так себя размял, и это, в принципе, спорт. Это в миллион раз лучше, чем думать. Ну, выходные. Выходные я пойду, там я два часа проведу. Вообще раз в неделю что-то делать, это как бы ничего хорошего. А вот бег очень популярно, особенно в Америке. Мы видим там все супергерои, сбегают с утра. Я терпеть не могу бегать. Во-первых, я задыхаюсь. Во-вторых, ну как-то не мою. Ну, я должна признаться, что тоже солидарно, тоже не мое. Бег, к сожалению или к счастью, подходит далеко не всем. Очень часто люди с лишним весом начинают с бега, потому что это доступно, это бесплатно, ты можешь просто выйти в парк, куда угодно и выбежать. Но потом начинают болеть колени, поясницы, подворачиваются лодыжки, все что угодно. Потому что пока мы не поборолись с главной причиной лишнего веса, конечно, бег вполне возможно, он вообще противопоказан. Естественно, часто наоборот бывает другой экстрем, когда беременные бегают. Таким образом ослабляя себе тазовое дно, которое и так терпит, которое и так несет в себе вес дополнительно. Дикую нагрузку, да. Бег очень многим не показан. Тут нужно действительно поговорить с врачом, лучше всего с физиотерапевтом, который непосредственно вот этим занимается, с каким-то спортивным, разбирается в этом, посмотреть. Возможно, у человека просто разная длина ног, и он хромает, и во время бега это больше проявляется, и там что-то с суставом происходит. Миллион-миллион причин, почему вот этот хап... Причем это разная длина ног, о которой он не знает, он ее никогда не проверял, он ее не чувствует. В общем, всегда, когда есть вот этот хай-импакт, нагрузка, когда мы бьем по-тяжелому, ни по песку, ни по траве, нужно 10 раз проверить, что это вообще... И правильная обувь. Ну, конечно, техника бега. Я люблю пилатис. Как вы относитесь к пилатису? Ну, как преподаватель пилатиса, в принципе, очень хорошо. Я только считаю, что не нужно на нем задерживаться годами. Это отличная база. Вот сейчас, в последние месяцы беременности, ко мне обращалось несколько девочек, которые хотели начать со мной заниматься. Я говорила, что я сейчас уже не беру новых людей. Всех отправляла на пилатис. Говорю, позанимайтесь пока пилатисом, потому что это укрепит тело, это укрепит то, что мы называем мышцы core, core muscles, вот эти вот внутренние наши базис. Мелкую сетку мышц, которые держат вообще всех нас. Не крупные вот эти, которые мы показываем, а именно вот всю сетку. Да, скелет, шею, все, что внутри. Вот это вот весь квадрат. Живот, спина и боковые мышцы. И тогда уже можно приходить ко мне. А на ваш взгляд, стоит худеть без спорта? Очень хороший вопрос. Если мы худеем без спорта, то откуда вы знаете, что мы, например, худеем жиром, а не мышцами? Скорее всего, мы худеем мышцами. Скорее всего, это очень индивидуально. Но в лучшем случае тем и тем. А если мы худеем мышцами, то если мы просто худеем на одной диете, мы получаем дряблые мышцы, которые не могут ничего делать. Мы просто не можем поднять легкие предметы, уже не говоря о внешнем виде, об эстетике. Поэтому обязательно, обязательно укрепляйте. Ну и последний вопрос. Что для вас стиль? Для меня стиль это верность себе. То есть не изменять себе, оставаться таким, какой ты есть, неважно что. Супер. Оставайтесь верными себе, будьте здоровыми, красивыми, сильными и спортивными. А у нас в гостях была потрясающая Ольга Блинкина. Оставайтесь с нами на канале Итон ТВ. Спасибо. Супер.